Слава Господу, дорогие братья и сестры, за этот день, который Господь нам подарил. И сегодня действительно особый день. И я думаю, мы понимаем, что сегодня также наша страна, она также празднует День Победы. Но я хотел бы вас поздравить с самой величайшей победой, которая была во всей вселенной. И хотел бы вас приветствовать, Христос воскрес! Галилуя! Слава нашему Господу! И вы знаете, я хочу сказать, что это действительно самая большая победа, которая когда-либо была сделана на этой земле, или, как я сказал, во всей вселенной. И это есть также основа нашей веры, или даже, я по-другому скажу, это как бы стержень нашей веры. Потому что сегодня ты и я, мы верим в живого Бога. Мы, не то что у нас какая-то мертвая религия, но сегодня ты и я, ты веришь в живого Бога, который был на этой земле, который родился, который пришел на эту землю, который пострадал, умер, но и воскрес. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И сегодня наш Господень действительно живой. И это действительно вдохновляет нас. И это является таким, как я говорил, крепким и твердым основанием под нашими ногами. И поэтому я хотел бы тоже, как бы, поздравить вас, пожелать вам Божьей любви в наши сердца, в наши дома, в наши семьи, чтобы мы действительно имели эту любовь и дарили эту любовь людям. Потому что именно Господь, Он пришел на эту землю для того, чтобы нам подарить свою любовь и доказал свою любовь на Голговском кресте. И эта любовь, она сегодня излилась в наши сердца Духом Святым. И поэтому мы также должны дарить эту любовь окружающим людям. И я хотел бы сегодня немножко говорить, как бы, на пасхальную тему, и также, как бы, основное внимание, как бы, сделать на то, чтобы мы действительно обращали особое внимание на Божье Слово и доверяли Божьим Словам. И, как я говорил, поскольку наш Господь живой, то Его Слово, оно живо и действенно. А раз Его Слово живо и действенно, то Он действительно хочет, чтобы мы были внимательны к тому, что говорит Господь, и чтобы мы верили Его Слову. Я хотел бы предложить нам уже знакомую историю. Мы, когда праздновали эти пасхальные служения, мы уже читали, слышали об этом. Я хотел бы еще раз вспомнить этот момент. Это Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава. Я буду читать с самого начала эту главу и прочитаем несколько стихов. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя в него, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и возвратились от гроба, и возвестили все это одиннадцати и всем прочим. Я думаю, знакомая нам история, тем более мы слышали прошлые служения, вот эти моменты, это повествование. Я хотел бы еще раз обратить наше внимание. Здесь такие особые моменты, и евангелисты описывают каждый немножко со своей стороны этот момент. Я хочу сказать, что действительно тут тоже мне очень нравится обращать внимание на вот это вот слово «вдруг». И очень часто Господь тоже действует в нашей жизни, когда, кажется, вроде бы, может быть, в нашей жизни как-то все угасло, все потухло, кажется, пришло какое-то уныние, какое-то разочарование. Но если мы с вами верим Слову Божьему, то приходит вот это божественное вдруг, и тогда все меняется, приходит, как здесь написано, в других местах было это землетрясение, этот камень, он упал от гроба. Но когда приходит действительно вот это Божье присутствие, тогда все меняется, приходит это Божье землетрясение, и там ничего не может стоять на месте, приходят вот эти вот изменения, приходят эти перемены. Но я хотел бы наше внимание обратить на беседу ангелов с этими женщинами. Здесь, как бы, такой интересный разговор происходит, когда вот эти женщины, они приходят к этому гробу, и они идут туда, мы считаем, как бы, в такой, ну, можно сказать, растерянности, в унынии, потому что учителя ихнего нету, он умер, его положили во гроб, и они идут. И в других евангелистах мы считаем, что они даже сами, как бы, не осознавали, почему они идут туда, потому что был вот этот камень приваленный, была эта стража там стояла, но они шли туда, и они не ожидали увидеть то, что они там увидели. И когда они приходят туда, то они видят, что этот камень отвален. И вот эти вот ангелы там находились, и когда они увидели вот этих женщин в этой растерянности, в этом их, можно сказать, такой, как бы, даже в панике, можно сказать, нашим человеческим языком, они обращают на это внимание, и они начинают говорить. И вот это интересные слова были сказаны, и здесь написано так в пятом стихе. И смотрите, ангелы, они обращают внимание на слово Иисуса Христа, на те слова, которые Господь говорил, когда был живой, когда общался с учениками, когда общался с этими женщинами. И эти ангелы, они сразу, как бы, можно сказать, разбивают сомнение или неверие в сердцах этих женщин. Почему я говорю, что неверие? Потому что мы действительно видим из того, что, когда они сказали, что вы вспомните слова, которые говорил он вам, когда был еще в Галиле, он говорит, что он сказывал вам, что сыну человеческому надлежит быть убитому. То есть Господь, он предупреждал, он предупреждал своих учеников, что ему должно быть убитым, что ему должно быть распятым, и что в третий день он воскреснет. Он об этом говорил, он предупреждал своих учеников, он предупреждал тех, которые были рядом вместе с ними. Но почему-то вот эти вот слова как-то, ну, не знаю, как-то они, может быть, не обратили на них внимания. Или более того, они как бы не поверили этим словам. Потому что, смотрите, если бы эти женщины, они верили этим словам, которые сказал Иисус Христос, то я думаю, чтобы они в этот третий день, рано утром, они бы не шли, может быть, в таком, как бы, растерянности или смятении, чтобы видеть Иисуса Христа, чтобы отдать какие-то вот эти последние почести, о которых мы уже говорили в прошлых служениях. Они бы ждали бы этот третий день. Если бы они верили словам Иисуса Христа, они бы ждали бы этот третий день, потому что Христос должен был быть воскресным. Он предупреждал их об этом, он говорил им об этом, но они не верили этому, и они идут в этой растерянности. Они не ждали этого третьего дня, как бы, воскресения Иисуса Христа. И они не ожидали, как бы, вот такого вот поворота событий, которые они увидели. И в другом месте мы читаем, это Евангелие от Марка, там в 16 главе тоже третьим стихом написано, что когда женщины шли ко гробу, и они между собой рассуждали и говорили, что кто отвалит нам этот камень. Они понимали, что как бы все, на этом как бы все, учителя нету. Он похоронен, он во гробе лежит, этот камень привален, как бы все, увы. И они между собой идут к этому гробу, и они говорят, что кто отвалит нам этот камень. Это еще раз как бы подчеркивает то, что они не ожидали увидеть то, что они увидели. Это еще раз подчеркивает о том, что они не обратили действительно внимания на слова Иисуса Христа. И поэтому я хотел бы, как я уже говорил, чтобы мы действительно были внимательны к тому, что говорит нам Господь. Особенно если ты действительно имеешь слово от Бога в своей жизни. Если ты, может быть, получил слово Рема от Бога в своей жизни. Я хочу, чтобы ты верил этому слову, потому что Господь будет действовать по этому слову, которое Он говорил тебе и мне. Чтобы мы доверяли Слову Божьему, которое мы сегодня читаем. Это Библия, которую мы читаем, вернейшее пророческое слово, которое оставлено для нас. И здесь множество обетований для нас, для любой ситуации нашей жизни. Здесь есть обетования, которые будут нас вести вперед, которые будут нас проводить через трудности, через испытания. И если мы доверяем нашему Господу, то мы будем иметь благословение в нашей жизни. Это слово, оно будет действовать в твоей моей жизни. Мы будем иметь Божье благословение. Оно будет укреплять нас, оно будет проводить нас. Но здесь, в данной ситуации, на что я особо обращаю внимание, вот эти вот женщины, они как бы, вот это вот слово, оно как-то прошло мимо них. И вот ангелы, когда они встретились с этими женщинами, они в первую очередь обращают внимание на те слова, которые говорил Иисус Христос. И они говорят, что вспомните, что говорил вам учитель. И когда они вспомнили, написано, что ангелы им напомнили, и написано, что они вспомнили, и они уже пошли радуясь, и они возвестили об этом об династи ученикам и прочим, как тут сказано. Потому что это действительно было слово Господне. И нечто подобное произошло и с Фомой, мы сегодня об этом слышали. Я уже не буду читать, чтобы не повторяться. То же самое было и с ним, когда он не поверил. И, вы знаете, Фома, он точно так же, он был вместе с Иисусом Христом, он тоже слышал эти слова, которые говорил Иисус Христос. А то, что его ждет, то, что ему должно быть распятому, и то, что он должен воскреснуть, он тоже это слышал. Но он тоже этому не поверил. И после того, когда ученики сказали, что Христос, он воскрес, он тоже этому не поверил. И это еще раз указывает нам на то, что действительно нам надо быть внимательными к тому, что говорит Иисус Христос в твоей моей жизни, то, что говорит Господь через свое священное описание к твоей жизни, к твоему сердцу, чтобы Господь мог действовать. И Господь, Он хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, чтобы мы полностью полагались. Это говорит об наших отношениях с нашим Господом, о наших тесных, можно так сказать, взаимоотношениях, потому что если у нас не будет отношений с нашим Господом, то мы действительно не сможем Ему доверять. Но когда мы имеем общение с нашим Богом, тогда мы можем доверять Его Словам. А когда мы доверяем Божьему Слову, то оно действительно живое действие, оно будет действовать в твоей моей жизни, потому что наш Господь живой. Слава нашему Господу. И мне также как бы хотелось бы еще обратиться к словам книги пророка Исаии. Это тоже очень знакомые слова. И вы знаете, я хочу также сказать, что когда мы смотрим вот эту историю, о которой я читал, то как бы это еще раз говорит о том, что вот эти женщины, ученики, также Иисуса Христа, тот же самый Фома, они были рядом с Иисусом Христом. Они видели Его, они слышали Его. Они видели те чудеса, которые Господь говорил. Но как бы не до конца, может быть, верили всему тому, что Господь говорил в их жизни. И это как бы мы часто похожи на них в нашей жизни тоже, на того же самого Фому. Я тоже не хочу его как бы осуждать, или что-то говорить, его адрес, потому что мы похожи на Него. И часто бывает в нашей жизни мы тоже, мы знаем Иисуса Христа. Но часто это бывает так, что мы не верим Ему до конца. Мы не доверяем Ему до конца. И то, что часто бывает, Господь говорит что-то в нашей жизни. Мы как-то к этому, может быть, относимся не совсем серьезно, или не совсем внимательно. Я хотел бы прочитать слова, которые записаны в книге пророка Исаии. Это 40-я глава, очень тоже такие знаменитые слова. Они мне очень нравятся. Это конец 40-й главы, с 27-го стиха. И здесь говорится так. Как же ты говоришь, как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляется и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава нашему Богу. Вы знаете, очень сильные слова, которые всегда вдохновляют меня. Каждый раз, когда я их читаю, как я уже когда-то, может, говорил и раньше, они несут в себе какую-то определенную силу. Они несут в себе действительно вдохновение, то, что как бы тебя двигает вперед. И здесь тоже говорится о том, что как же ты говоришь Иакову и высказываешь Израиль, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Вы знаете, нечто подобное бывает в нашей жизни, или вот эта вот история, которую я считал с этими женщинами, которые не шли к этому гробу. Они тоже как бы были в этом вот унынии, в этой печали. И может быть, они тоже думали, что как-то Господь их оставил, все, нет у их учителя. Он ушел от них, он умер, он находится в этом гробе, и они не могут иметь общение с ним. Они шли как бы к этому гробу, в этой печали, в этом унынии. И можно сказать как бы вот этими словами, что Господи, где ты как бы, ты не видишь нас, ты не слышишь нас, как бы путь наш, он сокрыт от тебя. Но здесь тоже Господь говорит, что как ты говоришь, что путь мой сокрыт, Господь он всегда видит тебя и меня. Он наблюдает за тобой. И дальше вот этот вот, я хотел бы особое внимание обратить на этот 31 стих. Я хотел бы сказать, что действительно это как бы особенный стих, как бы он таит в себе секрет силы. И этот стих как бы подчеркивает нам или как бы говорит нам о наших взаимоотношениях с нашим Господом, о нашем контакте с нашим Господом, насколько мы действительно доверяем Ему, насколько мы доверяем Его Слову. И действительно вот этот стих, он говорит, что именно надеющиеся на Господа, они обновляются в силе. Это говорит об нашем отношении, об нашем доверии к нашему Богу. Если мы доверяем нашему Господу, если мы надеемся на Него, если Он наше упование, если мы верим Его Слову, если Его Слово действительно действует в твоей моей жизни, то ты будешь обновляться в силе. В любой жизненной ситуации, в какой бы ты ни находился, ты будешь иметь вот это обновление в своей силе. И здесь говорится о том, что действительно наш Господь, Тот, Который живой, еще заранее до Его пришествия, вот это были пророческие слова. Оно было сказано, что Он действительно тот Бог, Который не утомляется, Который не изнемогает. Он действительно является вот этим настоящим источником нашей силы. И Он является этим настоящим источником в твоей жизни силы, для того, чтобы дать тебе силу, когда ты изнемогаешь, когда ты ослабеваешь свою жизнь, когда ты проходишь различные жизненные ситуации. Он есть Тот, Который силен дать тебе силу. Он есть Тот, Который силен укрепить тебя и помочь тебе, поддержать тебя. И всякий раз, когда я как бы читаю вот эти стихи, что надеющиеся на Господа, они обновляются в силе. Они подумают, крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И мне как-то вспоминается вот эта история о том, как орел действительно научит летать своих птенцов. Знаете, есть такой определенный момент как бы в жизни для этих птенцов наступает, когда они находятся как бы в этом вот родительском гнезде. Мы понимаем, что вот эти птицы, орлы, они как бы на высоких местах делают свои гнезда. И часто бывают на этих скалах где-то. И вот эти вот птенцы, когда они живут вместе со своими родителями, до определенного момента они находятся как бы под их защитой, под их такой заботой особенной. Когда этот папа или мама, они постоянно приносят им пищу, и они не имеют никаких проблем в своей жизни, никаких хлопот, никаких забот, можно сказать, нашим языком. Но наступает определенный момент, когда вот эти родители, они понимают, что уже птенцы достаточно выросли или достаточно окрепли, и что им надо уже становиться настоящими орлами, им надо самостоятельно летать, им надо самостоятельно как бы заботиться о себе. И наступает такой момент, когда вот это вот папа или мама, она в очередной раз прилетает, она ничего не приносит в своем клюве, она не приносит эту очередную порцию пищи для своих птенцов. Я думаю, что эти птенцы, они, может быть, в таком растерянности, они смотрят на своих родителей и не понимают, что происходит. Как бы все было нормально, все шло своим чередом, все было хорошо, все было прекрасно. Но вот эти вот родители, они прилетели, они ничего не принесли им поесть. И как бы это еще не самая страшная проблема в их жизни. И наступает следующий момент, когда вот эти родители, они разбирают это гнездо, в котором находились эти птенцы. И когда они разобрали это гнездо, как бы эту защиту, под которой они находились, в этом безопасности, можно сказать, в этом укромном месте, наступает следующий момент, то, что еще больше их пугает, когда эти родители, это мама-орел или папа-орел, он берет этого птенца, он сталкивает вниз с этого места, где находилось это гнездо, с этой высоты, с этой скалы, может быть. Этот птенец, он летит вниз, этим камнем летит вниз, он не понимает, что происходит, я так думаю. И он, может быть, не понимает, что делают с ним его родители, почему они так поступают. И когда этот птенец, он летит и падает вниз, он может разбиться. И вот в этот уже, так сказать, момент, который, как бы, такой уже наступает, может быть, такой самый опасный момент, вот этот, мама, она подлетает под этого птенца, она расправляет свои крылья и ловит на свое крыло этого птенца. Я думаю, что, может быть, этот птенец, он как-то обрадовался, и думает, ну все позади, все нормально, все хорошо. И вот этот вот, эти родители берут этого птенца и назад поднимаются наверх на то место, где было их гнездо, там, где они находились, она заносит его туда, опять ставит его на то место, где он находился, и опять его сталкивает вниз. Я думаю, что это ужасные, так сказать, моменты в жизни этого птенца наступают, он не соображает, что с ним делают, что с ним происходит. И говорят, что вот эта процедура, можно сказать, или этот процесс, он иногда повторяется от 10 до 15 раз, когда вот эти родители не сталкивают этого птенца вниз, и он камнем летит вниз до того момента, пока он не начинает понимать, что ему надо что-то тоже делать. И когда он начинает расправлять свои крылья, когда он начинает пробовать, так сказать, свои силы, свои возможности, и когда он начинает расправлять свои крылья, что-то делать, он начинает парить в этом воздухе. И таким образом он учится летать. И для чего, как бы, я это говорю, или о чем это говорит в нашей жизни? Вы знаете, часто Господень тоже учит нас летать духовно. Нам хорошо, когда мы где-то находимся, может быть, в таком укромном месте, когда мы приходим в служение, получаем какую-то духовную пищу в нашей жизни, когда за нас, можно так сказать, молятся, переживают, и мы должны, как говорится, нести бремена друг друга, мы должны молиться друг за друга. Но иногда наступают вот эти вот моменты, когда эти трудности приходят в нашу жизнь, какие-то испытания особые. И Господь учит нас летать духовно, Он учит нас, чтобы мы действительно духовно могли вести вот эту вот борьбу, чтобы мы могли духовно летать в нашей жизни, чтобы мы могли расправлять крылья веры. Когда мы находимся в каких-то жизненных ситуациях, когда мы встречаемся с какими-то различными трудностями, переживаниями, Господь не хочет, чтобы только, может быть, кто-то нас нес на руках в молитву, но Он хочет, чтобы мы сами тоже расправляли свои крылья, чтобы наша вера крепла. Он учит нас надеяться на Него, Он учит нас доверять Ему, чтобы мы, как я говорил, могли вести самостоятельно эту духовную борьбу, чтобы мы могли также летать духовно, чтобы мы становились этими настоящими орлами. Потому что я хочу сказать, что ты никогда не станешь настоящим орлом, если ты не будешь летать. И орел, который не летает, это не орел. То же самое и в нашей духовной жизни, когда мы растем духовно, когда мы крепнем, когда мы получаем какое-то питание. Это хорошо. Но Господь хочет, чтобы мы возрастали духовно, и чтобы мы становились самостоятельными вот этими вот воинами, которые ведут эту духовную войну, которые могут парить духовно и иметь ответы, получать ответы, как говорится, чтобы мы могли также расправлять свои крылья веры, чтобы наша надежда на Бога, она крепла, и чтобы действительно вот этот стих, он действовал в нашей жизни. Это 31 стих, где говорится, что «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, слава нашему Господу». И, как я говорил, что это говорит об особых отношениях с нашим Господом. Потому что если ты только поверхностно знаешь Иисуса Христа, ты не сможешь летать. Но когда ты действительно надеешься на Господа, когда Господь является твоим основанием, когда ты доверяешь Его Слову, то, что Господь говорит в твоей моей жизни, когда ты стоишь на этих Божьих обетованиях, тогда действительно ты будешь обновляться в силе, как здесь написано. И когда приходят различные трудности, когда ты проходишь этим жизненным путем, и что бы ни встретилось в твоей жизни, если ты надеешься на Господа, если Господь является твоим основанием, если ты доверяешь Его Слову, то ты будешь обновляться в силе. Хотя ты будешь иметь эти трудности, ты будешь иметь эти испытания, ты будешь где-то ослабевать и падать, но ты будешь обновляться в силе. Господь Он будет проводить тебя, Он будет открывать тебе свои источники, когда ты будешь проходить этими какими-то долинами в своей жизни, когда ты будешь проходить этими пустынными местами. Поэтому пусть Господь нас благословит, каждого из нас в отдельности, чтобы мы получали эту силу от нашего Господа, чтобы мы обновлялись в силе, чтобы мы помнили и доверялись словам Иисуса Христа, чтобы мы, подобно вот этим вот женщинам, которые как-то может быть упустили из виду или не до конца, как я говорил уже, доверяли Господу или Его словам, они не ждали этого третьего дня, они не шли, может быть, действительно к этому гробу не бежали, чтобы действительно увидеть, воскрес Христос или нет, но они шли в уныние, они шли в разочаровании, они рассуждали между собой, что кто отвалит нам этот камень, они понимали, что как бы все, все потеряно, как бы учителя нету, и они не имели вот этого вот слова внутри своего сердца, то, что Господь говорил, что Ему надо воскреснуть, то, что Он воскреснет третий день, они не шли как бы с этой вот надеждой, они не бежали, чтобы действительно проверить, что этот гроб, он пуст или нет, но вот эти вот слова, они как-то были где-то на заднем плане в их жизни, они больше, то, что видели, то, что происходило в их жизни, оно имело больше воздействия на них сердце, на их веру, на то, что происходило, и как я говорил, что мы часто похожи на этих женщин, мы часто похожи на учеников, мы часто похожи на Фому, когда мы не доверяем словам Господа Иисуса Христа, когда Господь что-то говорит в Твоем Move жизнь, мы иногда бывает, смотрим на эти жизненные обстоятельства, которые нас окружают, мы смотрим на вот эти вот камни, которые, может быть, привалены часто к нашим дверям каким-то сердечным, и мы понимаем, что этот камень, он большой, и кажется, что кто нам его отвалит, и мы, как бы, видим эту ситуацию нашу жизненную, и мы часто бывают в каком-то унынии, в каком-то растерянности, мы действительно теряем силы, мы как-то изнемогаем в нашем жизненном пути, но если мы доверяем Слову Господа Иисуса Христа, то, что Он говорит, если мы доверяем Его обетованиям, который оставлен здесь на Священном Писании, если мы Господь, который живой, Он является нашей надеждой, то мы будем обновляться в силе, мы будем получать вот эту силу, и туда будет приходить эта Божественная Сила, которая будет трясти вот эти вот камни, которая будет отваливать эти камни от наших этих жизненных проблем, и Господь будет проводить нас через жизненные ситуации, мы будем обновляться в силе, мы будем получать вот это вот жизненное обновление, поэтому я хотел бы, что если, может быть, ты в своей жизни не чувствуешь, Если ты чувствуешь Бога, может быть, ты сегодня устал и изнемог, ты сегодня на этом месте есть тот, который дает утомленному силу и который дает изнемогшему крепость, слава нашему Господу. И поэтому я всех нас призываю, чтобы мы действительно еще раз в этой молитве, мы встретились с живым Иисусом Христом, который сегодня живой, который есть победитель, который является источником нашей силы, который не ослабевает и не изнемогает, который является полноценным победителем, чтобы мы еще раз встретились с Ним, чтобы мы еще раз прикоснулись к Нему, чтобы мы получили вот эту вот силу, чтобы мы действительно обновились в нашей жизни, чтобы мы могли дальше идти по жизни, чтобы мы могли надеяться на нашего Господа. И как подобно вот этим вот орлам, чтобы мы могли парить, чтобы мы могли, как говорится, написано, что потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И это дает Господь. Поэтому я приглашаю, давайте мы все встанем в наши ноги и будем иметь общение с нашим Господом, живым Иисусом Христом. Аминь.